МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТВЕРЬ УНИВЕРСАЛ БАНК. Устойчивая в динамичном. Это телеканал «ТВЕРЬ». Сегодня в студии над городом Кирилл Амаев. Здравствуйте. Погода не очень. Я вот сегодня даже в куртке. Но это ничуть не смущает. В городском саду сегодня собрались любители парковых шахмат. Туда же отправилась и наш корреспондент Елена Глушкова. Ошибаются те, кто думают, что шахматы – это сугубо интеллектуальное занятие. При игре в большие парковые шахматы шевелить приходится не только мозгами. Отличная альтернатива всем вредным привычкам – парковые шахматы. И игра интересная, и занятия на свежем воздухе. Внезапно начавшийся ливень карты шахматистов не спутал. Некоторые даже решили не прерывать партию, чтобы перебраться под крышу. Я считаю, что это очень интересно – собраться и поиграть со знакомыми, со своими друзьями. Нет, нисколько. Я захотел поиграть в шахматы, выиграть всех. В Литине очень люблю играть. Я лучше люблю классические шахматы. Но я решил так поиграть с детьми до 10 лет. А Леша скромничает. Свои 8 лет он чемпион по шахматам в Центральном федеральном округе. И среди детей, и здесь для него соперников нет. А те, у кого опыта и знаний поменьше, решили сменить маленькую доску на большую. Дети маленькие, они все занимаются в шахматной секции. И они с удовольствием приняли участие. Детям, вот этим, что играют на больших шахматах, ну где-то от 6 до 10 лет. Они все уже знают правила, все знают ходы. Кто-то занимается год, кто-то больше. И видите, с удовольствием играют на этих больших шахматах. Несмотря на то, что победителям сулят медали и ценные призы, для шахматистов это не главное. Ведь шахматы – это как покер, и спорт, и азарт. А накануне вечером, величественно наплевав на сырость, горожане встречали Кубок мира по хоккею. Привезли его в Тверь два наших земляка-хоккеиста Денис Денисов и его тезка Денис Кокарев. Кстати, замечу, привезли не сам Кубок, а его точную эксклюзивную копию, ибо сам он хранится как зеница ока. Анна Шевчук встречала трофей. Главный трофей чемпионата всей планеты – переходящий кубок – в Тверь привезли наши земляки – тезки Денис Кокарев и Денис Денисов. К общему сожалению, наш земляк, защитник Евгений Рясинский, приехать не смог. Давай здесь! Погода, конечно, сделала свое дело, но болельщиков это не смутило. Тем более, кто-то договорился с небесной канцелярией, и за пару минут до появления долгожданных гостей дождь прекратился. Как и полагается, чемпионов встречали с песнями и плясками. Оба Дениса таким повышенным вниманием к себе были крайне смущены. И, несмотря на толпу болельщиков, ревущую в ожидании автографов, не отказались пообщаться с журналистами. Перед акулами пера предстала сама скромность. Моя шайба там случайно получилась, от конька я даже сам не ожидал. Ну, как бы приятно было забить, конечно. Кстати, Кубок мира по хоккее наших тверских Денисов первый, оттого победа вдвойне дороже. А привезти долгожданный трофей в родной город – настоящая гордость для хоккеистов. Я вырос здесь, я получил образование здесь, первый мой тренер хоккейный, опять же, находится в городе Твери. И поэтому для меня это много значит, приехать сюда, приехать с Кубком, чтобы все увидели, все посмотрели и просто все порадовались, все вместе. Это первый кубок, первый чемпионат мира для меня, поэтому он мне безумно дорог. Победу я посвящаю родителям. Первое, что услышал из телефонной трубки Кокарев-старший в ту ночь, когда вся страна вышла на улицу отметить победу российской сборной. Именно Сергей Кокарев, отец Дениса, и решил отдать своего шестилетнего сына в профессиональный спорт. Он сразу пришел Кравиль Мирщу Урманчееву, ну так и почти практически до молодежной команды занимался под его руководством. Ну и я, конечно, помогал, чем мог, работали с ним в одном контакте. Много работы сделали, конечно, чтобы прийти вот к этому успеху, чтобы он состоялся в профессиональном хоккее. Успеху земляков радовались и первые лица региона. Ледовых бойцов глава региона наградил почетным знаком во благо земли Тверской. Наши три богатыря, я думаю, сделали достойный вклад для того, чтобы сборная России стала чемпионом мира. Стало уверенно. Мы всеми силами искали наших ребят, двух Денисов, Кокарева и Денисова. Женю Рясинского искали. Глазами в команде, конечно, переживали. Тверская школа хоккея дала трех игроков в сборную России. Настоящую бурю эмоций вызвала и новость о том, что команду Тверского хоккейного клуба единогласно приняли высшую хоккейную лигу. После торжественных речей и концертов в честь мировых чемпионов началась фотосессия, а точнее фотоохота за триумфаторами чемпионата мира. Но несмотря на славу и любовь поклонников, тверским спортсменам не стоит расслабляться. Есть еще к чему стремиться. К слову, сборная СССР становилась чемпионом мира аж 25 раз. Теперь официальная хроника. Правительство региона и фонд помощи выпускникам и воспитанникам детских домов «Константа» подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа направлена на то, чтобы каждый ребенок жил в семье. Тверская область – первый регион, с которым благотворительный фонд помощи воспитанникам и выпускникам «Константа» подписывает соглашение. Впрочем, некоторые проекты фонда у нас уже реализуют. Отмечается, что Тверской регион – один из 18 субъектов России, где уже идет работа по предотвращению отказов от новорожденных в роддомах. За период с февраля по апрель 2012 года с нашей непосредственной помощью и участием. Вернулись домой четыре ребенка. Двум ребенкам помогли восстановиться в родительских правах. И оказана материальная помощь. Родители встали на ноги после такой социальной девиации. Трое детей переданы в Краснодарский край. Не попали в детский дом. 42 ребенка – это та самая профилактика, которая наиболее важна. Андрей Шевелев, в свою очередь, отметил, что в регионе для работы фонда будут созданы самые благоприятные условия. Одним из главных совместных направлений специалисты считают профилактику сиротства, когда можно предотвратить попадание ребенка в детский дом. Найти те варианты, те возможности, чтобы как можно быстрее устраивать ребенка, гранатную семью, чтобы ребенок нашел свою семью, но и семья, чтобы была готова. И вот в этом плане ваша наработка, ваша работа, она, конечно, бесценна, потому что и школа приемных родителей, и создание центра, мне кажется, позволит нам решить основную задачу, когда родители хотят, но чтобы они еще и могли. Любое направление, которое будет касаться реализации основных задач, работа фонда правительства, мне кажется, всегда будет рядом. Оказывая и поддержку, и помощь. И сегодня же пресс-служба правительства области распространила отчет об очередном приеме граждан, который провел глава региона. Николай Нестерович Боченко, участник Великой Отечественной войны, сражался за Калинин. Сейчас живет в Твери, в трехкомнатной квартире на улице Горького. Мне 90 лет, живу в руселке, 61-го года. Мне сейчас только отремонтировать квартиру. В квартире необходимо обновить кухню, санузел, прихожую и одну из комнат. За помощью в ремонте своего жилья Николай Нестерович неоднократно обращался в разные инстанции, но вопрос так и не двигался с места. Губернатор заверил ветерана, что в этом году его просьба обязательно будет выполнена. Николай Нестерович, придут люди в ближайшее время, представители строителей, осмотрят, оценят весь ремонт, и в ближайшее время мы это сделаем. Постараемся за лето все это сделать. Хорошо? Может быть, быстрее. Понимание губернатора нашел и другой обратившийся инструктор по плаванию Александр Иванов. Будучи инвалидом первой группы, он становился призером чемпионата по плаванию среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сейчас тренирует других спортсменов-инвалидов. Проблема, с которой Александр обратился к губернатору – отсутствие необходимых условий для размещения спортсменов-инвалидов из городов области на время их подготовки к всероссийским соревнованиям. Подходящее помещение в Твери есть, но необходимо решить вопрос с его ремонтом и оформлением здания в собственность. У меня как бы две просьбы. Помочь с предоставлением данного помещения нашей организации, даже не нашей организации, а, скорее всего, передать ее детско-юношко-испортсменную школу Алимпийского резерва номер один. Потому что она является государственным учреждением. И на базе этого учреждения создано отделение адаптивной физкультуры и спорта, где мы тренируемся в основном, вся сбора на Тверской области, которая выступает на всех соревнованиях. Я услышал, подключиваюсь, что там какие-то трудности по передаче, посчитаем, что это нам будет стоить. Потому что все равно порядок приводить надо. Кроме этого, как рассказал Александр, остро нуждаются спортсмены-инвалиды и в предоставлении микроавтобуса для перемещения на соревнования и тренировки. В решении этого вопроса губернатор также готов оказать содействие. Теперь к другим событиям. Во дворце детей и молодежи сегодня открылись своеобразные окна роста. Дети представили плакаты на социальную тему. В общем-то, ничего нового. Но ведь отраженные проблемы стары как мир. Елена Глушкова продолжает. «Если хочешь быть здоров, читай». Современные дети отразили свое видение наркомании, алкоголизма и табакокурения в социальных плакатах. Дебют оказался на редкость удачным. Мы никогда не проводили конкурс в антинаркотическом плакате. Но специфика у нас, как Тверского областного общества «Конголюбов» в данной ситуации заключалась в том, что мы, видя такой альтернативы нездоровому образу жизни, не буду перечислять все эти вредные привычки, и предлагали как спорт, так и чтение, книгу. Поэтому наш проект называется «Я выбираю чтение». Он проходил при поддержке гранта президента Российской Федерации и Лиги здоровья нации. Более 900 участников со всей Тверской области, более 300 отобранных работ и только 30 юных художников в финале конкурса. Работы оценивались в двух возрастных группах – с 8 до 12, и с 13 до 17 лет. Без подарков не ушел ни один конкурсант. Я очень люблю читать и рисовать, поэтому я решила принять участие в этом конкурсе. Как я понимаю, что курение, алкоголь и наркотики ведут к смерти, как написано на моем рисунке, а книга, от нее можно получить успех, удачу и благополучие. Два рисунка, получившие гран-при конкурса, уже фактически пошли в народ. С них были отпечатаны настоящие плакаты, которые будут висеть на улицах нашего города. И в продолжение темы. Сегодня мир старательно отмечает день борьбы с курением. Празднику уже не один десяток лет, и по этому поводу о вредности привычки написаны публицистические и научные монографии. Однако ВОЗ и ныне там. Наш корреспондент Дарья Никитина тоже внесла свою лепту в эту борьбу и отправилась с микрофоном на улицы города и узнала у горожан, как бороться, в частности, с женским курением. Мы опрос снимаем. Сегодня всенародный, можно сказать, всероссийский день. Борьбы против курения. Подскажите, пожалуйста, как вы относитесь к женскому курению? Очень плохо. Сами курите? Нет, я никогда не курила. А как считаете, нужно ли бороться с женским курением? Обязательно, я думаю, конечно. Не нужно оставлять просто так. А как бороться, на ваш взгляд? Ну, как бы, вот, окружающих отговаривать, вот. Ну, еще как, я не знаю, больше не. Спасибо. Ну, вообще-то, всегда отговариваю, когда, вот, курильщики, всегда сама отговариваю. А ваше мнение, как бороться с женским курением? Я даже не знаю, как это. Дочери объясняют, что это плохо. Я против курения женского. А почему? Ну, мне кажется, что... Ну, это вредная привычка, которая вообще не должна в жизни людей каких-то участвовать. В том числе и мужчин. Скажите, пожалуйста, вы курите? Нет. Не курите. Нет. А как относитесь к женскому курению? Ну, я думаю, что каждый сам решает, курить ему или нет. Но вообще не очень хорошо. А почему именно не нравится, когда женщина курит? Ну, во-первых, запах. Во-вторых, как бы не очень все это выглядит эстетично. Ну, и в-третьих, вред здоровью, конечно же. Женщинам же детей рожать. А как считаете, как бороться с женским курением сегодня? Ну, я думаю, что стоило бы увеличивать цены на сигареты и как бы вводить штрафы и контроль за курением в общественных местах. Более действенные меры, на мой взгляд. Отрицательно. А почему? Ну, считаю, что девушка не должна курить. Или женщина. На ваш взгляд, как можно бороться с этим? Поскольку много сегодня женщин, молодых девушек курят. Ну, с детства проводить работу с девочками, с девушками, показывать на примерах и как бы, как сказать-то, вот это потом вырежете. Как сказать-то? Проводить пропаганду. Ну, пропаганду как-то несерьезно. Ну, даже бы, я бы сказала, с детского сада. Приучать детей к тому, что курить это вредно, что это плохо, что это некреативно. И не курить это здорово и это хорошо. Не курите? Нет. Бросила. А давно бросили? Да. Сколько уже? Года два назад. Как бросили? Просто сказала себе нет. Тяжело было? Нет. А скажите, пожалуйста, как вообще к женскому курению относитесь? Плохо. Почему? Ну, потому что это вредно. То есть бросили именно из-за того, что... Ну, да. Хочу детей нормальных себе. А скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, бороться с женским курением? Ну, я не знаю. Я не знаю. Хорошо, спросим у вашей подруги. Здравствуйте. Здравствуйте. Как относитесь к женскому курению? Плохо. Ну, во-первых, это для организма плохо. Это более семья дальше. Ну, это не очень как бы для девушки. У нее красиво смотрится со стороны. А как, на ваш взгляд, можно бороться с женским курением? Ну, во-первых, сказать себе нет, потому что, ну, дальнейшее для нее это хорошо будет. А во-вторых, ну, повлияет вообще-то к родителям, да, очень плохо для родителей, если они выйдут. Ну, и для семьи. Вот вы просто сигареты как раз идете. А вы сигареты можете выбросить, мы можем это не снимать. А сегодня день борьбы против курения. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, нужно бороться с женским курением? Ну, я даже не знаю, как можно бороться. А вы курите? Я? Ну, если вы уже и так все засняли. Ну, а вы стесняетесь этого? Ну, когда, порой, да, бывает неприятно. А есть желание бросить курить? Есть, но, наверное, недостаточное, чтобы бросить. То есть не хватает чего именно, чтобы бросить? Ну, если бы я знала, чего, наверное, бросила бы уже, правильно? А в дальнейшем планируете бросить курить? Да, конечно. С девушкой целоваться плохо, когда курят. А что не нравится? Запах. Запах не нравится? Да. А как, на ваш взгляд, нужно бороться с женским курением? Не знаю даже. Просто не давать девушкам курить. Ну, то есть не разрешать курить? Вот твоя девушка курит. Что будешь делать? Буду ее запирать дома. Чтобы не давать деньги, не знаю. Ну, следить, чтобы она не покупала сигареты, нюхать там запах. Женщина курит. Нужно ли как-то с этим бороться? Конечно. Как? Не даже не знаю. Ну, как и с ней. Не продавать ей сигареты. Не продавать сигареты. А что еще? Вообще запретить все. А сами вы курите? Конечно. А бросать собираетесь? Да. Когда? Когда подвернется. Вот такой момент. Категорично. Я сам не курю. Поэтому никому не советую. Очень плохо. Я думаю, дети рождаться больными будут из-за этого. Ну, вот так как-то. А как считаете, как нужно бороться с женским курением? С женским? Ну, думаю, закон какие-то запрещающий. Я не знаю, как бороться с этим. Например, запрещающий закон какой-то, чтобы Госдума издала выметь? Ну, типа того. Хотя бы в общественных местах, чтобы запрещали. И больше штрафа обязательно для женщин. Ну, и для мужчин тоже повышали. А вот много у вас подруг курят? Ну, каждая вторая, да. А как-то им об этом говорите, что это плохо? Как-то влияете на них? Ну, когда они курят с ними, даже неприятно гулять. Ну, ощущение совсем другое. Мне не нравится, когда женщины молодые курят. А тем более, когда идут с детем. Это вообще бесподобно. А скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, можно бороться с женским курением? Ну, у них там должно быть свои, ну, как сказать-то. Ну, сама должна она знать, что это нельзя так делать. То есть это как воспитание с детства? Да, воспитание с детства. Если у нас сейчас там мама с папой курят, а дитет такое уже ищет эти окурки и тоже начинает. Чего же будешь? Нет, мы так жить не будем, как там живут. Хорошо, спасибо. И в завершении программы коллеги из редакции «Авторадио» сегодня буквально оккупировали одну из заправочных станций. И что из этого получилось в репортаже Евгении Щетининой. На самом деле все очень просто. Уже вторую неделю «Авторадио» одаривает тверских автовладельцев бесплатным топливом. Приехав первым в пункт назначения и назвав заветный пароль дня, победитель получает 101,4 литра бензина. Объем презента, как вы понимаете, выбран неспроста. Уже прямо сейчас можно искать нашу компанию, команду, которая находится на заданном месте, с заданным заданием и ждет своих победителей. На этот раз дождались не победителя, а победительницу. Впервые в акции лидировала представительница прекрасного пола, получившая желанный подарок ко дню блондинок. То, что я победила, здорово вообще. Конечно, я не ожидала. Я думаю, что, может быть, я приеду пятый, но никак не первый. Остальные призеры получили ценные подарки от спонсора мероприятия. Завтра остается последняя возможность заполучить горючий приз. Акция «Авторадио» заправляет. Продлится до 1 июня. На этом все. Надеюсь, что завтра я все же надену свой любимый пиджак. Удачи! Дверь «Универсал Банк». Устойчивая в динамичном. Редактор субтитров А.Семкин